А челябинские вип-персоны решили позаботиться об экологической безопасности. Чиновники и бизнесмены готовят благотворительный спектакль «12 стульев». Деньги от продажи билетов потратят на то, чтобы сделать воздух чище. А как именно и кто сыграет в постановке, узнала Юлия Савосина. Его могучая шея несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, капитанская фуражка на голове и нелепый полосатый пиджак. В образе великого комбинатора и не распознаешь известного бизнесмена, главу телекоммуникационной компании Вячеслава Бежина. Именно он согласился исполнить роль, пожалуй, одного из самых ярких персонажей русской литературы – Остапа Бендера. Смотрел несколько сотен раз этот фильм в разном исполнении. Мне нравятся оба актера, которые это делали. Повторять не хочется, но сама фактура, его умение держать себя, юмор, ум – хотелось это все передать. В Челябинске готовят постановку по роману Ильфа и Петрова «12 стульев». На сцену выйдут не профессиональные актеры, а бизнесмены, чиновники, вип-персоны города. Танец готовит даже министр культуры Алексей Бетехтин. Сейчас артисты оттачивают движения и учат крылатые фразы. Когда начинали этот проект, не рассчитывали, что он станет таким масштабным. Осталось чуть больше недели, а в нашем проекте задействовано более ста человек. Мы понимаем, что, наверное, это не пределы. Наверное, будут еще привлекаться коллективы, которые встроятся в наши уже даже не стройные ряды организаторов, помощников. Постановка необычна не только подбором актеров. Спектакль благотворительный. Все деньги от продажи билетов пойдут на озеленение города. В Челябинске появится несколько новых скверов с озвучным названием «Зеленый театр». Этот проект очень важен для города, для нас. Мы же тоже в этом городе живем, нам всем хочется дышать чистым, свежим воздухом. Поэтому мы считаем, что это важно. И спектакль «12 столов» предполагает много танцев, очень разноплановых. Премьера пройдет 20 марта в Театре драмы. Начало спектакля в 19.00. Билеты можно купить в кассах города. Минимальная цена 500 рублей. Организаторы предлагают всем желающим приобрести и именное дерево. Его высадят в скверах в мае. Прямую трансляцию спектакля можно будет смотреть на нашем сайте 1обл.ру.